Когда идешь в церковь, какие молитвы, кроме утренних, нужно читать? В данном случае есть специальная молитвка такая, идущая в церковь. Она соткана фактически из слов «псалма», из «псалтырии». Но это не является словом обязательным. Важно другое – идя в церковь, тем более в церковь, да и не в церковь, а в церковь наипатия, настраиваясь уже на молитву. Дух свой правильно формировать, к молитве. Поэтому, скажем так, сам факт – молиться. Если я застал поколение стариков, которых уже теперь нет, они в церковь ходили молиться только по одному. Никогда даже вдвоем не ходили. А если вдвоем, то не в ряд, а гуськом. Вот он идет, а я через 4 метра пусть с него. Зачем? Чтобы не разговаривать, а молитвой настраивать себя на богослужение. Вот так было всегда. Я родом Ульяновец. Ульяновск. В Ульянской области, в сторону Москвы, на окраине, есть районный центр «Сурская». Раньше было промзенон за вас городок. Место явления чудотворной иконы Николая Годника и его святых колодцев. И место, где совершено им потрясающие чудеса, которые по сей день там бывают. Когда Господь возвал меня, мне было 15 лет. Это 1976. Тогда еще, уже были, но очень как исключение, когда ходили до молиться православного. Это как, Ульяновск? Во-первых, пешком, двое суток. Во-вторых, вот так. Идет 10 человек, 4-5 метров между каждым. С палочкой не разговаривает, черточки в руках, с молитвой. Вот. Такое понимание было. Такое отношение. Поэтому самое главное в этом, даже не что, а сам факт. Идя в церковь, тем более, молиться обязательно. Молитвенно себя настраивать. Тем не суетой же расхватываться и говорить глупости. Это понятно. А я бы сказал больше. Из церкви исходя, лучше бы не терять полученную благодать. У молитвы себя держать и дальше. Особенно после Таинства Причащения.